В России с этой осени ужесточается законодательство в отношении кальянов. С 30 октября они запрещены в заведениях общепита. Вместе с тем нельзя будет подавать еду и напитки в так называемых кальянах. Отметим, что работа отдельных курительных заведений, в том числе в областной столице, нередко вызывает большие вопросы, как у общественников, так и у представителей органов власти. В одном из рейдов по местам, где пускают дым в глаза, приняла участие наша съемочная группа. В ближайшее время жизнь любителей попарить в России заметно усложнится. Летом этого года Государственная Дума приняла закон, которым на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе и административные штрафы. Закон распространяет действующие требования и ограничения к табачной продукции на всю никотиносодержащую продукцию. Об этом не так давно писала РИА Новости. Также на электронные сигареты, вейпы и кальяны будет распространяться соответствующая административная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса потребления электронных курительных изделий во вновь созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы в театрально-зрелищных представлениях. Штрафы остаются теми же, что сейчас распространяются на обычные сигареты. Этим же законом отныне запрещается курение кальянов в общественных местах, в том числе заведениях общепита. Иными словами, в курительных салонах или так называемых кальянных теперь нельзя будет подавать еду, напитки или десерты. Между поесть и попарить с законодателями была проведена жирная черта. Отметим, что ограничить работу подобных курительных заведений федеральные власти собирались давно. Принятый летом этого года законопроект был внесен группой сенаторов в Госдуму еще в 2017 году. Актуальна проблема работы кальянных и для Твери. Так, один из рейдов, посвященных проверке таких мест, прошел на этой неделе. Его инициатор, депутат законодательного собрания Тверской области Олег Лебедев, нашел в одной из кальянных в центре города целый ряд нарушений. Сегодня здесь мы можем наблюдать с вами очевидные признаки совершения нарушения законодательства Российской Федерации. Обратите внимание, что здесь торгуются запрещенные к продаже энергетики. Вот они даже находятся в меню. Запрещенные к продаже на территории нашей области курительные смеси и спайсы. Вы знаете, что по инициативе прокурора области было принято решение о запрещении продажи. Как отметил Олег Лебедев, заведение активно работает даже в дневное время. Услуги населению, подчеркнул депутат, здесь оказываются в нарушении действующего из-за угрозы распространения коронавируса запрета на работу подобных заведений. При этом, как заявляет народный избранник, вопросы к работе именно этой кальяны существовали достаточно давно. Когда я здесь был с предыдущими рейдами, здесь всегда чувствовался вечером запах травы, скажем так. Понятно, да? Я неоднократно акцентировал внимание на это. Много вопросов возникло у участников рейда и к персоналу, работающему в заведении. В частности, вот этот молодой человек не смог предъявить сотрудникам полиции ни трудовой книжки, ни договора о найме. А руководство заведения на место и вовсе не приехало. Владельца этого салона мы пока на место вызвать не можем, я не знаю. Вот он уже на протяжении четырех часов отсутствует, видимо, понимая, что здесь ведутся противоправные незаконные действия. Ответим, что за работой курительных заведений пристально наблюдают и в прокуратуре Тверской области. Наш телеканал обратился в надзорный орган. В ближайшее время сообщили нам представители ведомства дадут свою оценку работе кальянных в Твери. Добавим, что все собранные в ходе прошедшего рейда материалы будут направлены в региональное отделение Общероссийского народного фронта для проверки изложенной информации.